МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готов уйти, премьер-министр заявил, что подаст в отставку, если депутаты не поддержат законопроект об антикоррупционном суде. Его создание покажет готовность Украины сотрудничать с европейскими партнерами и ускорит рост экономики. Об этом Владимир Гройсман заявил на брифинге перед Согласительным советом, где лидеры фракции решали, когда и в каком виде рассматривать документы об антикоррупционном суде. Я, как премьер-министр Украины, принял для себя решение. Если этот суд справедливый, независимый, не будет создан, я складу себе обязанность премьер-министра Украины и подам отставку. Хочу подкреслить, что мы сегодня стоим перед выбором. Або подальше развитие и решение всех многих проблем, которые накопаются в нашей стране, або, если это решение не будет ухвалено, снова же таки, дестабилизация. Вважаю, что сегодня есть величезный вызов для всех, кто причем для принятия этого решения. Поддержать законопроект об антикоррупционном суде призвал и спикер парламента. Андрей Порубий утверждает, что этого решения ждут не только международные партнеры, но и все украинцы. А вот хватит. Хватит ли голосов в парламенте и сможет ли, рада на этой неделе завершить рассмотрение этого законопроекта, знает Ксения Барвиненко. Премьер требует, кредиторы настаивают, а депутаты отдавать голоса не спешат. К законопроекту порядка 600 поправок. И до четверга едва ли успеют все рассмотреть. Да и не все фракции согласны поддержать документ. В оппозиционном блоке утверждают, голосовать не будут. Я считаю, что в законопроекте много норм, нарушающих Конституцию. Я считаю, что нет честной позиции влады, особенно антикоррупционного суду. Они все понимают, что это порушение Конституции. Но есть требования МВФ, есть требования защитных партнеров, в наследок колоссального уровня недоверия для руководства, и в том числе для премьер-министра. И они такими заявами пытаются створить имидж, что они, в общем-то, за этот суд, дайте нам кредиты, дайте нам еще протягнуть, а далее будет. Потому что это такой сигнал, что они за, а на самом деле мы не видим политической воли для борьбы с коррупцией. Противы радикалы говорят, что создание такого суда не более чем борьба за контроль над судебной системой. К тому же нардепы уверены, еще не все вопросы по этому законопроекту согласовались с международными партнерами. Что до антикоррупционного суду, на сегодняшний день мы с вами еще не знаем, за что мы должны голосовать. Основная деталь, что до взаимодействия Громадской Ради с органом конституционным, который будет назначать судов, не призначено. Поэтому протягом следующих двух дней, как выявляется, аж в четверг вы решили принимать этот законопроект. Это означает, что договоренности еще нет. А вот в коалиции законопроект поддерживают, но считают, что в парламенте еще масса неотложных вопросов для рассмотрения. Наша фракция будет голосовать за это решение. Второе. Мы также очень стурбованы тем, что у парламента остаются кадровые борги. Первое. Я имею в виду обновление Центральной выборной комиссии. Второе. Это голосование за судов Конституционного суду от Верховной Ради. И также, конечно, голосование за выбор аудитора НАБУ. Президент Украины наполягает и просит парламент прискорить рассмотрение после того, как будет рассмотреть закон про антикоррупционный суд. А президент наполягает на том, что он готов подписать этот закон. Этот закон нужен не только Международному валютному фонду, про который тут много говорили, а в первую очередь для Украины, как закон, который завершает создание инструментария по борьбе с коррупцией в Украине. Если законопроект примут на этой неделе, то уже в июле начнется работа над формированием суда. В парламенте уже определились с минимальным количеством судей. Их будет 35, 10 из которых в апелляционной инстанции. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. Выделять деньги нецелесообразно. Это рак. Они все умрут. Эта фраза замминистра здравоохранения Александра Ленчевского всколыхнула в соцсети. Больше всех возмутились тяжелобольные, которые месяцами ждут трансплантации за границей. Они требуют уволить скандального чиновника. Что говорят в Минздраве, знает Евгения Коваленко. Несколько лет назад у Любови Баби отказали почки. Теперь минимум трижды в неделю ей нужно проходить гемодиализ, очищать кровь. Но эта процедура для женщины пока недоступна. В Украине слишком большие очереди. А без гемодиализа такие пациенты могут продержаться всего несколько месяцев. В Украине более 7 тысяч больных с диагнозом почечная недостаточность. Им необходима пересадка почек. Деньги на операцию должны выделять в Минздраве. Любовь подала документы еще 4 месяца назад. Нужно 66 тысяч долларов, которые, конечно, у нас в семье нет. На протяжении этих 4 месяцев я очевиду ответов. Ответов практически нет, потому что регулярно я звонила, регулярно мне говорили, перезвонить позже. По данным Минздрава, сейчас в очереди на операцию за границей более 30 человек. Для них выделили 80 миллионов гривен. Но пациенты жалуются в ведомстве и оплачивают лечение выборочно. Очередь практически не двигается. А некоторых даже не хотят ставить на учет. Говорят, в Министерстве их звонки игнорируют и не сообщают, на какой стадии рассмотрения дела. Кричущий случай стал в грудь месяце прошлого года. И в Министерстве еще остался залишок костей с программы 20 миллионов гривен. Но больше всего они возмущены скандальным заявлением замминистра здравоохранения Александра Ленчевского. Во время выступления в счетной палате Украины он заявил, что средства на лечение онкобольных украинцев за рубежом выделять нецелесообразно, поскольку четверть пациентов все равно умрут. Полную стенограмму выступления чиновника опубликовали в интернете. На сайте Минздрава уже извинились за эмоциональное высказывание Ленчевского. А сам чиновник заявил, что его слова перекрутили и вырвали из контекста. В формате запитания-вотповедей нам закидается, что каждый четвертый пациент, которого мы отправляем за кордон, помирает. А вот так мы неэкономно используем государственные деньги. Мы отстояем позицию. И даже если заболевание не лечено, мы должны делать все возможное, чтобы пациент был шанс отдыхать, чтобы он продолжил свое жизнь. На заявление чиновника отреагировали и нардепы. Я заявляю официально. Слова не вырваны из контекста. Это именно то, что пытался заступник, выполняющий обязательства министра, донести членам Рахунковой Палаты, что вытрачать деньги на лечение хворых на рак не имеет смысла. Это подтверждается и тем, что выполняющий обязательства министра подписала бюджет, где на лечение пациентов, я уже не одновременно это говорила, онкохворых, запланировано лишь 27% от потребы. Мы считаем непрепустимыми заявлениями, которые были сделаны паном Линчевским, и требуем от Кабинета министра Украины сделать соответствующие выставки. А пациенты требуют уволить скандального замминистра и немедленно отправить на лечение за границу тяжело больных. Тем временем в Бенздраве заверили, делают все возможное. Евгения Коваленко, Ксения Барвиненко, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Десять обстрелов с начала суток. Боевики сегодня били по Зайцеву, Новотошковскому и Красногоровке. Трижды использовали запрещенные калибры. Украинским военным пришлось подавить огневые точки противника. Неспокойная на позициях в Авдеевке. Там побывал Геннадий Вивденко. За неделю диверсионные группы боевиков до десяти раз нападали на наши позиции. Атаки удалось отбить. Когда впритык подходит, уже, конечно, да, приходится стрелять. А что делать? Жизнь-то на одна. Украинские военные находятся под постоянным давлением врага в районе Авдеевки, промзона. Но сейчас относительно тихо, потому что работает с той стороны миссия ОБСЕ. Есть возможность пройти на передовые позиции. Со стороны оккупированной Ясиноватой находятся международные представители. Наемники пытаются спровоцировать наших военных. Миссия ОБСЕ ехала. И они обстреляли ее. Снайпер. Лично сам видел, как стреляли. А с подарка. И вот они оттуда лупили по ней. А потом же нас же обвиняют, что это мы стреляли. По ДФС у них кто с нашей стороны реально не стреляет. И вы и есть свидетелями на данном этапе времени, что это исправно. В течение суток боевики били, в частности, по нашим укреплениям, из противотанковых ружей. Это РД? Противотанковое ружье. Старого образца. Мешок разрывает хлам. Сейчас вы увидите уже новые. К вечеру можно прийти. Это нормально. Это там дальше. Все время здесь беспокоящий огонь. Но наибольшая опасность – это вражеские снайперы. Больше ведут провокационные обстрелы, вытягивают на осветку. То есть, если минут 15-20 молчишь, вообще не отвечаешь. То есть, ну, так, мелкими-мелкими, потом затухает. То есть, ну, как бы не... А реагируем уже только, когда начинаются более крупные. То есть, это уже с РПГ начинает прилетать. С нашей стороны в районе промзоны уже есть неписанное правило. На огонь калибра менее 12 миллиметров не отвечать. Я придерживаюсь мнения, что стрелять никуда не надо. Лучше, как, говорит, нормальные драки ударил один раз и все. Когда враг начинает донимать невыносимо, украинские войска отвечают как следует. Вот кадры уничтожения укрепления российских наемников в районе Авдеевки. Там наши военные удачно попали во вражеский склад боеприпасов. Использовали разрешенные минскими соглашениями малокалиберные минометы. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Московский горсуд вынес приговор по сфабрикованному делу против украинского журналиста Романа Сущенко. Подробности в нашем материале. Роман Сущенко провел под стражей полтора года. В октябре 16-го против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Дело рассматривали в закрытом режиме. Прокуратура просила 14 лет колонии. Украинца в суде защищал адвокат Марк Фейгин. После оглашения приговора он оставил короткое сообщение в Твиттере. Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. По заявлению ФСБ Сущенко кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины. И якобы он собирал данные о деятельности российских военных. А 30 сентября проводил в Москве шпионскую акцию. Своей вины Сущенко не признает. А дело против него называет спланированной провокацией российских спецслужб. Политический мотив усматривает и украинский МИД. Мы выслали протест в Российской Федерации, направили ноту. По-друге, безусловно будет подана апелляция на назначенный незаконный вырок. Третье, в рамках международных майданчиков мы будем порушить это вопрос перед нашими партнерами. Несколько недель назад украинский МИД предложил обменять Сущенко на задержанного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вашинского. Его задержали 15 мая по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Марк Фейгин не исключает возможности обмена, хотя в Москве уже заявили, дела Вашинского и Сущенко сравнивать нельзя. Ирина Иванова, подробности телеканал Интер. Приговор Сущенко прокомментировал президент Украины. На своей странице в Твиттере Петр Порошенко подчеркнул, что такими решениями Москва демонстрирует панический страх и агрессию против Украины. Он также выразил уверенность, что Россия понесет наказание за свои поступки. Цитирую, беспрецедентный цинизм российского суда, который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает, кремлевский режим не становится ни перед чем в попытке сломить дух украинцев. Приговор Сущенко президент прокомментировал, находясь в Испании с официальным визитом. Сегодня третий день его пребывания в этой стране. Петр Порошенко уже встретился с новым премьером, главой Конгресса и посетил королевскую резиденцию. Какие заявления звучали в Мадриде, расскажет Александр Васильченко. Первый рабочий день испанского премьера начался с официальной встречи с президентом Украины. Разговор продолжался около часа. За закрытыми дверями стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений. Порошенко подчеркнул, несмотря на то, что в Испании сменилось правительство, позиция руководства страны в отношении Украины осталась прежней. Дуже важно, чтобы мы получили четкую позицию в поддержке суверенитета территориальной ценности и независимости Украины, поддержке позиции продолжения санкций. Четко поставили вопрос о прискорении подписания угоди про уничтожение подвижного оподаткования. И мы получили, что именно сейчас, через буквально несколько недель, ухода готова, она погодена. И сразу же после призначения уряда она будет подписана. Так же, как и будут подписаны угоды про социальный защит украинских граждан. Так же, как и будут подписаны угоды по спорту в галузе сельского господарства. Вопрос российской агрессии на востоке Украины Порошенко также обсудил с главой Конгресса Испании Анной Марией Пастор. На встрече присутствовали и первый вице-премьер Степан Кубев и министр иностранных дел Павел Клинкин. Стороны договорились создать межпарламентскую группу для эффективного внедрения реформ в Украине. Визит очень успешный, очень важный. Проговорили о вопросах узнать голодомора геноцидом украинского народа и о низких проблем двустороннего и международного сотрудничества. Очень важна поддержка миротворческой миссии как ключевой элемент создания безопасного пакета для имплементации минских договорностей. И могу вам сообщить, что Испания твердо и последовательно поддерживает оппозицию Украины. За что я им очень благодарен. Мы благодарим вас за визит и полностью поддерживаем целостность Украины. Также мы выступаем в защиту тех отношений, которые установились между Украиной и ЕС. И в свою очередь готовы делиться опытом по внедрению реформ. Также украинская делегация провела встречу с испанским монархом. Петр Порошенко подчеркнул, это первый рабочий визит президента Украины в эту страну за последние 22 года. Встреча Петра Порошенко с испанским королем Филиппом VI состоялась в королевской резиденции. Стороны обсудили укрепление двухсторонних отношений между странами, а также обговорили общеполитическую ситуацию в Европе. Инвестировать в украинскую промышленность призвал Порошенко испанских бизнесменов. Во время форума с представителями деловых кругов президент отметил, инвестиционный климат в Украине постепенно налаживается. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Специально из Мадрида. Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает создание в ЕС сил быстрого реагирования. Об этом она рассказала одному из немецких изданий. Их частью станут и немецкие вооруженные силы Бундесфер. Однако, по словам Меркеля, это не означает, что страна будет участвовать во всех военных операциях. Кроме ЕС к таким силам может присоединиться и Великобритания, несмотря на то, что страна начала процесс выхода из Евросоюза. Впрочем, силы для быстрого реагирования. Сейчас не помешали бы и самой Меркель. Она оказалась в центре громкого миграционного скандала. Депутаты Бундестага хотят выяснить, знала ли канцлер о массовых нарушениях в федеральном ведомстве по делам беженцев. И если да, то почему ничего не предприняла? Подробнее Татьяна Лугунова. Скандал, который докатился до высоких политических кабинетов, начал разгораться еще месяц назад. В начале мая немецкие СМИ сообщили, сотрудники миграционного ведомства Бремена на протяжении нескольких лет нарушали закон. А именно, выдавали беженцам разрешение на пребывание в Германии без необходимых для этого оснований. То ли по недосмотру, то ли за деньги. Всего так убежище получили более 2000 человек. Причем большинство просителей специально привозили в Бремен из других менее лояльных немецких земель. Работу отделения сразу же остановили. Против его руководителей начали расследование. И вдруг оказалось, что в официальном Берлине о проблемах знали давно. О том, что в ведомстве по делам беженцев что-то не так, были информированы и министры, и канцлер Ангела Меркель. И не только о Бремене, но и о ситуации по стране в целом. Немецкие СМИ сообщают, бывший руководитель ведомства по делам беженцев дважды направлял канцлеру отчеты. Писал, что ситуация плачевная, ходатайства о предоставлении убежища обрабатываются непрофессионально, но сотрудники не справляются со своими обязанностями. В ответ Берлин молчал. Узнать, почему, теперь намерена оппозиция. Представители сразу нескольких партий требуют создать специальную комиссию Бундестага и выслушать министров, руководителей миграционных ведомств и Ангелу Меркель. Мы считаем необходимым тщательно изучить эту ситуацию, установить всех политически ответственных, вплоть до офиса канцлера. Это очень важно для общества. Нужно выяснить все прямо сейчас. Ведь каждый день ведомство по вопросам беженцев принимает решения. И каждый день эти решения могут быть ошибочными. А пока власти Германии распорядились проверить работу миграционных ведомств по всей стране. В первую очередь тех, которые удовлетворили подозрительно много ходатайств о предоставлении убежища. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Еще больше контролем Бельгия увеличивает количество инспекторов, которые отслеживают злоупотребление в сфере выделения социальной помощи. Ежегодно страна прилагает все больше усилий, чтобы поймать и оштрафовать так называемых социальных мошенников. Елена Абрамович расскажет, как это работает. Бельгийское правительство предупреждает. С осени охоту на социальных мошенников будут вести полсотни дополнительных инспекторов. Они сфокусируются на нечестных фрилансерах и лицах, содействующих социальному демпингу. То есть тех, кто соглашается на работу на худших, чем рыночные условия. Борьба с социальным мошенничеством интенсивна как никогда. В прошлом году мы вернули рекордную сумму 226 миллионов евро. С помощью 49 новых инспекторов будем вести борьбу за честную и здоровую конкуренцию в нашей стране. В первую очередь займутся проверкой строительной и транспортной отраслей. Там часто трудоустраивают иностранцев из более бедных европейских стран. Во время утренних рейдов инспекторы вместе с полицией нередко обнаруживают водителей, которые вынуждены по нескольку ночей спать в своих грузовиках. Например, бельгийская транспортная фирма, которая нанимала иностранных рабочих, настаивала, что социальное обеспечение они получают у себя в Румынии. Таким образом избегала дополнительных налогов. А работники, проживающие в Бельгии, не получали здесь такой помощи, на которую имели право. В Бельгии одни из самых высоких налогов в ЕС. Налог на прибыль здесь может достигать 50%. И треть домохозяйств Брюсселя позиционируют себя как малобеспеченные. Злоупотребляют и с длительными больничными. В прошлом году, благодаря проверкам медицинских пособий, государство вернуло в казну 20 миллионов евро. Нарушителей ловят также благодаря обмену данными между различными социальными службами. А еще есть сайт, через который можно пожаловаться на соседей или коллег. Из Брюсселя Елена Абрамович и Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Киеве стреляли с гранатометом. Неподалеку от Байкового кладбища неизвестный выпустил снаряд в бюро ритуальных услуг. Боеприпас застрял в стене, здание не разорвался. Его обезвредили взрывотехники. Стрелявшего разыскивают. А уголовное производство открыли по статье «Хулиганство». А под Киевом расстреляли автомобиль вице-президента столичной федерации бокса Александра Лещенко. Произошло это минувшая ночь. В Гореничах погиб 24-летний водитель виндорожника. Авто буквально изрешутили. Оперативники изъяли с места преступления более 20 гильз. Некоторые интернет-издания сообщили, что сам Лещенко выпрыгнул из машины на ходу, когда услышал выстрелы. А вот у нас полиция сообщает, что кроме водителя в салоне никого не было. Гонки на выживание в Днепре. Сегодня около полудня автомобиль на полном ходу врезался в остановку. Погибла женщина и еще два человека, включая виновника аварии, находятся в больнице. Очевидцы сообщают, водитель соревновался в скорости с другой машиной. Все подробности этого ДТП знает Елена Миндалюк. Серая Шкода лежит на крыше. Остановка разлетелась на куски. Это последствия аварии. На месте погибла 60-летняя женщина. Ее опознали соседи. Это ужасно. Это любой мог бы оказаться на ее месте. То есть могла бы и я стоять, и все. Но это ужасно. Вскоре к месту аварии приезжает и сын погибший. 21-летняя Анастасия тоже стояла на остановке. Сейчас у нас сотрясение мозга в областной больнице имени Мечникова. Врачи говорят, жить будет. С легкими травмами сюда же доставили и 25-летнего водителя Шкоды. У молодого человека ушиблена рана головы, проведена остановка кровотечения, наложены швы, осмотрен врачом-нейрохирургом. Возле виновника ДТП дежурит его мать. Она категорически запрещает журналистам разговаривать с сыном. ДСМА немногословно. Его привезли кровавленного. Какие могут быть объяснения? Мне не подпускали врачи, потому что оказывали ему первую помощь. У меня нет информации. Никакой. По словам свидетелей, Шкода неслась на большой скорости. На перегонки с другой машины. Ехали с центра в сторону жилого массива «Победа». Водитель не справился с управлением и влетел в остановку. Эти мажоры, я так думаю, наверное, мажоры они гоняли там. Гоняли там по набережной, рассказывают. Соревновались, уроды. Ну ничего, дай бог, все будет нормально. Разберемся. Переверяется швидкость движения, проверяется техничный стан транспортного засоба. Для этого призначено экспертизы. По информации правоохранителей, водитель был трезв. Полиция сейчас проверяет видео уличных камер наблюдения, проводит экспертизы. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения». Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы. Елена Медалюк, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал «Интер», Днепр. Очередной виток в деле рейдерского захвата. Предприятие в Новой Каховке. Напомню, 25 мая судья хозяйственного суда Херсона Наталья Задорожная приняла решение разблокировать предприятие и позволить нормально работать. Но фирма, которая незаконно захватила завод и начала наводить свои порядки, подала жалобу на это постановление. Сегодня ее должны были рассматривать в том же хостсуде и та же судья Задорожная. Все, что происходило в течение дня, больше напоминало абсурд. Было и отключение света, и постоянные переносы слушаний, и даже минирование здания. Запланированное на 10 утра заседание суда не началось. В здании неожиданно пропал свет. В коридорах темно, не работали компьютеры, а на входе бесполезно стояла рамка металлоискателя. Электрики объяснили, что на подстанции произошел пожар. В таких условиях судья не может вести электронную запись заседания, поэтому объявляет перерыв до 12 часов. На перерыв судья уходит под усиленной охраной Нацгвардии. Адвокаты возмущены. Таким образом, уже первое порушение прав участников судового процесса отбивается. А самая отсутствие полной технической фиксации процесса. Тем временем возле здания хозсуда собираются сотрудники предприятия, которое находится в новой каховке. Который месяц завод стоит. Проходная блокирована рейдерами. Глаз положила фирма «Банкрот» с миллионными долгами, которая хочет оттяпать живое предприятие. Люди говорят, им просто не за что кормить свои семьи. Мы не работаем, непонятно, что дальше будет. А все хотят работы, зарплаты, кушать все хотят. Придешь, ты можешь забрать свою рабочую одежду. Все. И то с охранником. Так просто не пускают. Мы не имеем права там находиться. Полдень свет появился, но заседание продолжалось недолго. Оказывается, представителям третьей стороны хозяйственного спора о сегодняшнем заседании сообщили только в пятницу. И попросили перерыв в слушаниях. Фактически не видели ни одной страницы материала справа, не видели клопотания, которое сейчас поделяет до расследования, то есть клопотания ответственного. Какие доводы судья показались неубедительными. В свою очередь, представители предприятия «Каховка-Протеин-Агро» потребовали отвода судей. Доброе. После еще одного перерыва судья выносит решение. Суд ухвалил зупинити проведение в справе на период вырешения заявки позывача про отвод судей. Передати справу для вырешения питания отвода судей, который не входит в склад суду, что рассчитывает справу. Едва судья снова покидает зал, здание берут в оцепление полицейские. Появилась информация, что помещение заминировано. Через некоторое время силовики снимают оцепление, а судьи возвращаются на рабочие места. Новый судья должен або задовольнить, або отхилить заявку про отвод. Если будет довольна заявка про отвод, то справа должна тоже прислать к автору поделу и вызначитесь другой склад суду. А если будет отмолвано, то проведение будет снова, и справа будет рассмотреться дальше, и дальше будет рассмотреть кропотание про скасывание заходов обеспечения позыва, которое было заявлено отповедачем. В течение дня судья вела себя, мягко говоря, очень странно. То покидало заседание, то закрывалось вместе с председателем в кабинете. Это очень походило на желание решить вопрос кулуарно. В конце концов, сегодняшний день так ничем и не закончился. Судью, который будет рассматривать дело дальше, так и не назначили. Но самое главное, по нашей информации, заседание завтра продолжится. Вот только адвокатов предприятия Каховка Протеин Агра даже не удосужились об этом предупредить. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Лечение с риском для жизни в Броварах под Киевом в отделении детской больницы обвалилась кирпичная кладка на крыше. Обломки посыпались прямо на кольцо медучреждения. К счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, за полчаса до случившегося на месте, куда и упали кирпичи, играли дети. В Львове на иностранного туриста упала часть фасада старинного здания. Мужчина вместе с другом осматривал достопримечательности, когда на него рухнул кусок лепнины. Иностранца доставили в больницу скорой помощи. У него легкая черепно-мозговая травма и порез. В Львове турист был проездом. Родом он из Азербайджана, а учится в Харькове. Впервые на Востоке послы стран Вашеградской группы Венгрии, Польши, Чехии и Словакии приехали в Харьков. В прошлом году они посетили Западную Украину. В этом побывают еще в Днепре и Запорожье. Что интересно европейцам и какую поддержку обещают? В материале Светланы Шикеры. Эти страны, как никто, понимают Украину и поддерживают. Посол Венгрии рассказывает, торговый оборот между нашими государствами уже перевалил за 4 миллиарда долларов. Ежегодно Будапешт предоставляет украинским студентам 100 бесплатных мест в вузах. Выделил 50 миллионов евро кредита на строительство дорог в Закарпатье и планирует соединить автобаны двух государств. За 4 года Венгрии оздоровили 3000 детей из района боевых действий. Принимают на лечение тяжелораненых. А теперь назрела необходимость открыть в Харькове консульство. Кроме этого, конечно, очень важная сфера образования. Конкретно Венгрия предлагает в рамках стипендиума унгариком бесплатные стипендии для украинцев. Следующая тема – это гуманитарная сфера, которая очень важна. Мы тоже, как все страны Вишеградской группы, очень много помогаем Украине. Словаки тоже будут открывать свое консульство в Харькове. Кандидатура консула уже утверждена. В этой небольшой стране подготовили проект договора о соцзащите работающих украинцев. С Польшей у харьковчан давняя дружба. Сейчас там стажируются главы ОТГ. Учатся наши студенты, присматриваются поляки и к украинским предприятиям. Глава Харьковской обл. администрации также попросила у послов расширить круг стипендиатов, которые могли бы учиться в этих странах. Мы имеем плюс 30% торгового взросления между нашими предприятиями и странами этих стран. Также договорились, что все предприятия, инвесторы, которые находятся на территории Харьковской области, будут продолжать свое производство, а также некоторые из них наращивать свое производство. И третье, мы договорились о расширении співпрации в стипендиальной программе. Свой визит представители Вышеградской четверки завершат в торгово-промышленной палате, где встретятся с бизнесменами за закрытыми дверями. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Лига сепаратистов. Закарпатские футболисты играют на чемпионате мира для команд из непризнанных государств регионов и территорий. Сборна, за которую выступают этнические венгры, выиграла в своей группе и прошла в четвертьфинал. В этом году турнир проходит в Лондоне. Проводят его так называемая конфедерация независимых футбольных ассоциаций. В ее составе 47 непризнанных регионов. Среди них Абхазия, Южно-Осетия, Нагорный Карабах и Приднестровье. Ни ФИФА, ни УЕФА не имеют к соревнованиям никакого отношения. В 2014-м победила команда графства Ницца, а в 2016-м сборная Абхазии. В изоляции. Так называется книга журналиста Станислава Асеева, более известного под псевдонимом Васин. Ее презентация состояла сегодня в столице. Сам автор сейчас в плену боевиков на Донбассе. Его незаконно удерживают на территории бывшей арт-платформы изоляция. Раньше здесь собирались деятели искусства, а теперь боевики открыли тюрьму. Вместе с Васиным удерживают восьмерых украинских военных. Друзья и коллеги журналиста утверждают, связи с ним нет. В книгу вошли статьи и заметки Асеева, которые уже публиковались в СМИ. Мы хотели бы, чтобы эта книга не только привернула увагу до самой страшной ситуации, в которой Станислав перебивает уже год, а и также стала такой соби энциклопедией окупованої частины Донбасса, которая, на жаль, стает дедалее закрытой. Мы также несемо ответственность за то, что наш коллега перебивает за гратами. И я думаю, что это урок для многих украинских СМИ. Стас працював с разными виданиями. Презентацию посетила и Ирина Герасченко, которая представляет украинскую сторону в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. И по ее словам, процесс освобождения политзаключенных не может быть быстрым, но после сегодняшнего приговора Роману Сущенко, считает Герасченко, появилась новая возможность для переговоров с Россией. Гарантии для Асада в обмен на безопасность границам, сближение между Израилем и Россией по сирийскому вопросу стало неожиданностью в ближневосточной политике. Страны готовы сотрудничать, пока каждая получает от урегулирования в Сирии то, что хочет. Григорий Бадур расскажет подробности. Соглашение между Нитаньягу и Путиным по Ирану. Существует ли оно? В Иерусалиме намекают, что да, в Москве же хранят молчание. После ряда встреч на высшем уровне, а также на уровне министров обороны и даже присутствие премьер-министра Израиля на параде победы в Москве 9 мая, СМИ наводнили сообщение. Иранские войска готовятся к отходу с израильских границ в Сирии. Нитаньягу доволен. Это его дипломатическая победа. Впрочем, подкрепленная и военной силой. Совсем недавно ВВС Цахала за одну ночь уничтожили на сирийской земле 50 военных объектов стражей исламской революции в ответ на ракетный обстрел израильской территории. О чем же может быть подписано соглашение между Москвой и Иерусалимом? Первый пункт. Сирийская правительственная армия готовится к новому наступлению, и Израиль не должен ей мешать. А Россия взамен гарантирует отступление подчиненных Ирану шиитских войск, таких, например, как Хизбалла из всех близлежащих районов. Израильский лидер множество раз говорил, что не допустит присутствия близ своих границ войск государства, провозгласившего своей целью уничтожение еврейской страны. Сейчас я отправлюсь в Европу, где встречусь с лидерами Германии, Франции и Британии. И подниму два вопроса. Иран и Иран. Первая – необходимость продолжения давления на Иран в связи с его ядерной программой. Второй вопрос – сдерживание агрессии Ирана в регионе, особенно его попытки создать в Сирии военный плацдарм и атаковать нас оттуда. Военное присутствие Ирана в Сирии до сих пор только расширялось. Вместе с победами сирийской армии при поддержке российских ВВС там строились военные базы, склады вооружений, планировался порт и заводы по производству высокоточных ракет. Все сходятся в одном мнении. Если бы решим Башара Асада в Сирии пал, за ним последовала бы иранская оккупация приграничных районов. И большой войны с Израилем было бы не избежать. Сегодня, похоже, выигрыши все. Россия без помех продолжит укрепление власти Башара Асада и далее доступ к сирийским природным ресурсам. И как ни парадоксально звучит, Израиль в этой ситуации выступит теперь уже гарантом стабильности. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Израиль, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Художница-экономист-политик Ирина Акимова представила свою третью персональную выставку отражения в Музее истории Киева. Проект посвящен поиску гармоничных решений общественных конфликтов. Художница представила 16 новых картин, портреты и пейзажи, написанные в необычной манере. Каждый сюжет выполнен в двух стилях «Импрессионизм и кубизм». Работы посвящены женским темам, материнству и отношениям с близкими. По словам Акимовой, она основала Ассоциацию женских исследований в искусстве, чтобы поддержать украинок, которые посвятили жизнь творчеству. Компромисс и единство, и гармония может базироваться только на различии во взглядах и глубоком уважении каждого к взгляду другого человека. Эта выставка поддерживается организацией, которую я создала, около двух лет назад. Мы поддерживаем женщин в искусстве, мы поддерживаем их профессиональные карьеры. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в Ай, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова